Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья и счастья, радости и любви, дорогие мои. И сегодня хотел бы в этот замечательный солнечный день, еще у нас почти заканчивается август, но еще лето, еще лето, еще лето, замечательный бархатный сезон. Как я сейчас вам покажу, все у нас сегодня уже вышли из зонтиков, из-под зонтиков, и на открытом солнышке уже загорает и купаются. Конечно, денек замечательно красивый. А сегодня хотела бы вам с вами поделиться одной темой, которая у меня такая тоже радостная, потому что у меня все темы радостные, потому что я в 45 лет снова села на велосипед именно в городе Виареджа, но здесь еще Виареджа, Лид-Дикамайори и так далее. Почему? Потому что, дорогие мои, здесь равнина, равнина, потому что это прибрежная зона и нет никаких гор, потому что когда раньше я работала в Солерно, там оно все было на возвышении, да еще такие каменные дороги, никаких, конечно, не было этих, как они говорят, писца-чеклабелей, велосипедных дорожек. И если их было, то только по набережной. То есть до набережной нужно было его тащить от велосипеда, а по набережной можно было спокойно ездить. Здесь я наслаждаюсь этими велосипедными дорожками. Они есть везде. Впервые я, как и уже говорила, села на велосипед аж 17 лет назад, и это было для меня супер здорово. Да, конечно, я каталась, каталась на велосипеде, и каталась, когда была маленькая, и даже побеждала в каких-то там соревнованиях. Но потом как-то у нас и не заведено было раньше на велосипедах кататься. А здесь была такая жара, что я работала на одной бабушке. В общем, один месяц только такая хорошая бабушка, просто ей нужно было компанию создавать. И мы встречались с моей подругой, и очень долго было до нее идти. В общем, полчаса по жаре, я вся уставала, и ноги у меня болели. И потом, когда я первый раз села на велосипед и проехала по парку, потому что в парке никаких машин, и никто там тебя не задавит. И я почувствовала, какое это блаженство, дорогие мои. Потому что, во-первых, не жарко, ветерок тебя обдувает, потому что даже по парку, когда ходишь, все равно жарко пешком, если ходить. А на велосипеде намного прохладнее, потому что едешь, ветерок обдувает. Ноги не то, что устают, они наоборот расслабляются. И потом, конечно, конечно, это экономия времени. Вообще, это все супер здорово. Ну и здесь, конечно, я сейчас сегодня нахожусь на Пунтили, на этом мосту, в Лидо-де-Камайоле. И, конечно, делюсь с вами это замечательно. И здесь, и там, с одной стороны, горы у нас замечательно красивые. Это тоже вообще шикарная панорама. Конечно, пляжи все купаются. Как я уже говорила, бархатный сезон. Из-под зонтика все вышли. И, конечно, колесо обозрения тут тоже смотрится очень и очень и очень красиво. А я сегодня заметила одну женщину, которая танцует. В общем, такие вот бывают тоже и женщины-итальянки. Может быть, она не итальянка, может быть, это русская. Но, в общем, танцует она уже полчаса. И мне она очень нравится, потому что я тоже люблю радостных, как и сама. Очень мне это все нравится. Короче, я с вами поделюсь, какие велосипедные дорожки здесь есть. И как по ним можно ездить и наслаждаться красотой Италии. Потому что я каждый раз хожу и каждый раз думаю, боже, ну как же красиво. Ну и сейчас я вам покажу центр вселенной. Так что можете загадывать желание. Ну а сейчас вместе с вами я хотела бы проехаться по нашим велосипедным дорожкам. Но не везде, конечно. Здесь у нас велосипедная дорожка, которая идет от моего дома к центру. И здесь вот с левой стороны такой заборчик, который скрывает от нас всякие поезда, которые там ходят. Дорожка новенькая довольно-таки и очень удобная. Потому что здесь практически никогда не бывает столпотворений людей. Я еду с утра или после обеда и наслаждаюсь этим. А здесь я уже еду в сторону Лиду-Дикомайюри, но не по велосипедной дорожке, а именно по дороге, где ездят и машины тоже. Но она тоже такая же, не запруженная. И, конечно, я всегда любуюсь видами справа и слева. И мне это очень нравится. Здесь мы уже подъезжаем практически к супермаркету из Салунга. И очень мне нравится то, что открывается огромный такой пейзаж красивый на горы. Ну и, конечно, и цветы тоже все это есть. Здесь, как я уже говорила, такой пейзаж на горы. Ну и, конечно, присутствуют, как вы уже заметили, везде кедровые деревья. От них такой и запах приятный, и, конечно, замечательный озон, который они вырабатывают. Я где-то там вычитала, что кедровые деревья – самые хорошие очистители воздуха, которые дают много-много-много кислорода. Ну и здесь мы уже едем тоже по Лиду-Дикомайоре. Здесь сделали тоже новую дорожку велосипедную. Мы уже едем к морю, на набережную. Очень мне нравятся вообще все велосипедные дорожки. Я обожаю. Потому что, как я уже говорила, здесь у нас плату. То есть нет таких гор, по которым нужно прыгать и так далее. Поэтому здесь можно наслаждаться. И, как вы видите, можно и спокойненько одной рукой камеру держать и снимать. Такие вот красивые пусты и не только. Ну а здесь вот такая желтая реклама написана. Это Лиду-Дикомайоре. То есть я еще нахожусь в Лиду-Дикомайоре. И здесь я уже выехала на набережную. Эта дорожка вообще замечательная. Потому что сейчас она идет от Виорейджо, где я живу. Это вот Лиду-Дикомайоре сейчас мы с вами проезжаем. И потом по этой же дорожке велосипедной можно доехать до Марина-Дипитросанта. Потом от Марина-Дипитросанта можно доехать в Форт-Дельмарми. Конечно, потом, когда уже немножко жара спадет, обязательно мы с вами эту дорожку вместе проделаем. Это путешествие замечательное. Потому что я это люблю. Тем более, что дорожка всегда красивая. Везде ее отремонтировали. И время от времени в каком-то барчике можно съесть и выпить кофе. Как я и сделала. Видите, фотография у меня перед этим стоит. То есть это нормально. Немножечко отдохнул и дальше поехал. Конечно, эти пейзажи, когда я проезжаю на велосипеде, я наслаждаюсь этими пейзажами. Очень красиво. Конечно, пальмы везде. И, как вы видите, с правой стороны это платные бани. Как они говорят, бани – это платные пляжи. Поэтому каждый пляж украшается по-своему, кто как хочет. То есть это в зависимости от хозяина. Ну вот, кто на велосипеде, а кто и бегом по жаре. Но я предпочитаю на велосипеде. Потому что, как я уже говорила, когда если идешь и бежишь, очень жарко. А когда на велосипеде, ветерком обдувает. И это совсем по-другому чувствуется. Конечно, мне еще нравится вот эта панорама, когда колесо обозрения впереди едет. Замечательно. Сейчас уже снова идет вот 20... Вот, по-моему, сегодня или завтра, 27-го, будет святой Гермес, который покровительствует форта Дельмарми. И, конечно, конечно, там огромный праздник делается. И, как они говорят, три цвета делают самолет и флаг в небе. А потом в конце огромный салют. И один раз мы залезли на это колесо обозрения. Именно в этот момент из колеса обозрения очень хорошо просматривается этот салют, который делали в форте Дельмарми именно на Сан-Джермесо, Святой Гермес. Очень это вообще вид замечательно красивый. Ну вот, видите-ка, парковки здесь везде есть для велосипеда. То есть, куда угодно встал, пристегнул велосипедик, и милое дело. Для машины, конечно, парковки затруднительно найти летом. Поэтому велосипед очень-очень-очень удобен. Вот еще раз показываю колесо обозрения. Обожаю я всякие эти колеса обозрений. И в Лондоне, как я уже говорила, если кто смотрел мое видео, самым-самым неизгладимым впечатлением для меня осталось это колесо Миллениума, которое я вообще на всю жизнь запомнила, потому что очень высоко. Но, конечно, производит огромное впечатление. Самое-самое-самое приятное впечатление – это вот у меня осталось от этого колеса обозрений и в Лондоне тоже. Люблю смотреть панорамы. Это вообще захватывающий дух, особенно когда вечером. Ну а сейчас пока еще день, пока еще солнышко. Это еще утро, около 11 часов, практически утро, потому что кто в отпусках, считается, что это утро. Поэтому потихонечку все идут на свои пляжи, располагаются на солнышке. Конечно, конечно, замечательная сейчас погода. Как я уже говорила, это бархатный сезон. Замечательно, дорогие мои. Поэтому хорошо всем и на велосипеде. Можно и пешочком прогуляться, но я предпочитаю на велосипеде. Конечно, очень быстро сокращается время, если идешь пешком и если едешь на велосипеде. Конечно, на велосипеде это намного быстрее. Очень много самокатов сейчас, как и везде. То есть можно скачать приложение, в любой точке взять самокат, и там рассчитывается уже по минутам. В общем, получается немножко дороговато, потому что если просто взять самокат, там где-то от 6 до 7,5 евро, и плюс 1 минута стоит 1,5 евро. То есть вы будете рассчитывать уже сколько вам минут там нужно. Но, конечно, глядя на туристов, самокаты используются, потому что не всегда есть такси, не всегда есть автобусы. Самокат взял, доехал до какого-то там места и остановился, и милое дело. Очень, конечно, удобно. Тем более, что самокаты используются также можно на велосипедных дорожках, особенно по набережной. Особенно если нужно доехать на близкое расстояние, конечно, это тоже очень удобно. Не нужно ждать какие-то расписания автобусов, не нужно ждать такси, не нужно ничего. Ну, это я имею в виду без чемодана, если. Конечно, очень удобно и прокат самокат. То есть не нужно его нигде оставлять, не нужно нигде пристегивать как велосипед. Ну, а поскольку я здесь живу, я наслаждаюсь велосипедом. Конечно, сейчас, сейчас у меня новый велосипед Винченц купил. Ну, он такой, обычный, который крутится педалями, потому что электрический велосипед я не признаю. Мне нравится именно крутить педалями, именно наслаждаться вот этим велосипедом, как он есть. И поэтому сейчас, тем более, что он у меня сейчас новенький, и корзинка у меня есть, куда можно сумку положить, и багажник. А еще, еще самое главное, что колесо у меня скрыто решеточкой, что можно в красивом платье, вот тоже на велосипеде прокатиться, и оно туда не застрянет, в колесо, как у меня было на прошлом велосипеде. Это тоже главное для женщин, потому что я летом всегда ношу платье, мне очень нравится. Ну, пока вот проезжала, остановилась возле вот этого платного пляжа, вон Амичи, смотрите, какая красота здесь, очень здорово, мне это нравится, я всегда здесь останавливаюсь, хочется и фотографии сделать, и розовые фламинго, и детки там целуются. В общем, такой позитивчик уже на весь день, так сказать. Очень мне нравится. И, кстати, когда остановилась возле этого пляжа, наша русская группа туристов туда зашла. То есть, конечно, нам всем нравится красота. Это что, вон Амичи, это, значит, хорошие друзья. Вот такой вот интересный платный пляж. Ну, а я еще раз с вами проезжаю на велосипеде, и здесь мы с вами подъезжаем к этому Пунтили Лидодика Майорика. Я его обожаю. Конечно, когда мы сделаем прогулку вместе с вами на велосипедной дорожке до Форта Дель Марми, а может быть и дальше, мы проедем аж три Пунтили. Но самое красивое все-таки это Лидодика Майорика. Я его обожаю. И как вот и хотела вам показать, что здесь, возле Пунтили, здесь уже будут какие-то концерты вечерние. Может быть, мы с Винченц завтра исходим. Это такое дело. А здесь вот такой барчик возле Бинго. где я не применула выпить чашечку кофе и съесть бриошь. Такой рогалик с мармеладом. Очень мне это нравится и поднимает настроение. Делает сладкую жизнь сам. А сейчас я хочу вам показать календарь солнечный, который возле этого Пунтили находится. То есть это с юг, наоборот, и потом до севера. С 21 числа начинается, так сказать, зима и лето. А потом вот 21 декабря это уже зима. То есть у них весь сезон начинается не с первого, а с 21. То есть 21, вот здесь 21 июня, 21 джунио. Это начинается лето у них. То есть не с 1 июня, как у нас по календарю, а с 21, то есть по солнечному календарю. И сейчас вместе с вами мы пройдемся по нашему, по нашему замечательному Пунтили Лиде Дикмайори. Он совершенно новый. То есть где-то еще 15 лет ему только исполнилось. Самый красивый из всех, как я уже говорила. Мне нравится то, что здесь и пальма присутствует. Тем более, что здесь он многоуровневый. Можно и сверху походить, и снизу. Тем более, что снизу тоже и скамеечки предусмотрены. И там, где можно подняться, потому что там ступенечки есть. Короче, я его обожаю. Время от времени мы тут с подругой встречаемся. И ходим и по морю, и кофе можно попить. В общем, обожаю я этот мост. И время от времени мы на него, по нем ходим, гуляем. Иногда вот с Винченци тоже едим пиццу. После пиццы, конечно, обязательно по этому Пунтили туда-обратно сходим. Тем более, что в конце этого Пунтили, этого моста, тоже есть бар-ресторан, где можно выпить аперитив на закате солнца. Это вообще супер здорово. Ну и, конечно, ресторанчик тоже там присутствует. И можно там и пообедать, ну, какую-то пасту. Так же, как в любом ресторане. Но с видами на море, конечно, очень и очень и очень красиво. Я, наверное, потому что по своей, по гороскопу рыба, я люблю все, что связано с морем. И, может быть, потому что море не видела раньше, потому что мы все-таки в центральной части России. Я родилась и очень-очень хотелось на море. А потом, когда я уже дорвалась, конечно, я хочу всегда жить на море и наслаждаться этими замечательными пейзажами. Ну, как вы видите, под тендами или под зонтиками очень мало народу. Ну, а я сегодня, как я говорю, увидела вот эту женщину, которая танцует в воде. Не знаю, мне кажется, это одна из наших русских, потому что очень-очень веселая. И руками водит. Ну, танцует, танцует человек и наслаждается жизнью. Вот, как вы видите, здесь в конце моста ресторанчик, где можно спокойненько посидеть, выпить чашечку кофе и что-нибудь покрепче, все что угодно. Потому что итальянцы или перед обедом, или перед ужином обязательно выпивают аперитив. Ну, не все, конечно, но это у них есть. То есть перед ужином где-то часов шесть начинаются аперитивы, а потом уже все идут на ужин. Ну, вот такое вот расслабление сегодня. Как вы видите, очень мало людей под зонтиками, все вышли на море. Потому что солнце совершенно приятное, не палящее. Вот именно то, что нужно. Водичка чистенькая. Вода в этом году, дорогие мои, очень и очень чистая и спокойная. Короче, все хорошо. Мне очень понравилась эта велосипедная прогулка. Я ее обожаю и время от времени, в общем, на велосипеде я езжу каждый день. Ну и, конечно, когда есть выбор и когда есть время, я проезжаю по набережной с удовольствием. Хотя внутри города тоже мне нравится, потому что сейчас еще цветут олеандры. И, конечно, это тоже дух захватывает от этих цветов. Но по набережной совсем другое дело. Я люблю море, поэтому вот эти пляжи, как они платные, и то, что морским воздухом пахнет, и время от времени, когда проезжаю всякие бары, кафе, пахнет сладостями. Мне это очень нравится. Гремят там бокалами, ложечками, чашечками. Вот эти звуки, это все летние звуки, которые действительно завораживают. И умиротворение такое наступает. Короче, в общем, такое дело. Вот эта женщина, которая там танцует. Очень она мне понравилась. В общем, позитив надо делать своими руками, как хочешь. Хочешь быть счастливой, будь им. Или вот как женщина. Хочешь быть счастливой, будь ей. Ну и, конечно, на этой замечательной ноте я тоже с этими замечательными видами желаю вам, конечно, всем здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. Наслаждайтесь солнышком, наслаждайтесь погодой. Наслаждайтесь тем, что мы живы и здоровы. Это самое-самое-самое главное. Ну и, конечно, конечно, все, чтобы были в любви и согласии, мои хорошие. А сейчас, конечно, я хотела вам показать этот Пунтили, этот мост с другой стороны, потому что тоже открывается чудесная панорама на горы. Обожаю, обожаю с этой стороны смотреть и с той стороны смотреть. Я не знаю, может быть, кому-то уже надоело, но я каждый раз смотрю, и каждый раз мне здорово и приятно. И каждый раз я думаю, какое счастье, какое счастье, что я живу в Италии. Ну а сейчас я уже возвращаюсь в Виорейджу, возвращаемся домой. И вместе с вами возвращаемся домой, так сказать, домой в Виорейджу, потому что это, как я уже говорила, Лидо Ди Камайори. Лидо Ди Камайори мне тоже очень нравится. Ну и здесь вот такой самолет тоже летает. В общем, небо голубое, море голубое, все красиво, все замечательно. И мне нравится то, что зонтики тоже все разные, все разноцветные. И это тоже мне нравится, это потому что весело. Ну и, как я уже говорила, сейчас мы с вами возвращаемся. Это велосипедная дорожка, которая ведет из Лидо Ди Камайори уже в Италии. Сейчас идут ремонтные дороги, ремонтные работы, поэтому немножечко она...